В личном слушании приняли решения, в соответствии с которыми рекомендуют Назаровскому районному совету депутатов принять проект решения Назаровского районного совета депутатов в районе обучения на 2023 плановый период 2024-2025 году. Администрация Назаровского района обеспечит реализацию планов мероприятий по росту доходов, повышению эффективности расходов и совершенствованию долговой политики, осуществлять работу по расширению налоговой базы по налогу на доходы физических лиц посредством выявлений, пресечений, использования работодателями схем минимизации налогообложения в виде выплаты неучтенной теневой заработной платы, а также работу по выявлению лиц, осуществлявших предпринимательскую деятельность без соответствующей регистрации налоговых органов. Продолжить работу по вовлечению максимального количества объектов недвижимости в налоговый оборот в целях увеличения поступлений в местные бюджеты налоговых и неналоговых доходов от использования имущества. Продолжить работу по повышению образования и прозрачности районного бюджета. Осуществлять оценку социально-экономического состояния территории муниципального образования, включая мониторинг состояния предпринимательского климата, анализ экономических и социальных проблем, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства. Продолжить работу по мониторингу качества управления финансами, принимать веры в повышение эффективности реализации муниципальных программ и продолжить работу по совершенствованию бюджетного планирования главными распределителями средств районного бюджета. Данные рекомендации – это наша задача на предстоящий год, на будущий. И мы прекрасно понимаем, что нам даны те рекомендации, где действительно, как администрация, мы в чем-то не нарабатываем. Это предпринимательское сообщество. У нас в этом году субсидия нам поступила из краевого бюджета, выделена для меня 600 тысяч рублей, но мы не смогли ее выполнить, потому что мы не смогли найти ни предпринимателя, ни самозанятых граждан, которые хотели воспользоваться данными видами субсидий, которые предлагает нам Министерство по развитию среднего малого бизнеса. На сегодняшний день мы уже объявления дали. Я знаю, что сельские советы главы подтвердят через массовую информацию на своих сайтах, чтобы привлечь самозанятых. Также продолжаем работу по земельным отношениям. То есть мы в этом году смогли в Фасосинский сельский совет заключить дополнительные годы Сибага на аренду земель, и у нас уже начали поступать в доход денежные средства дополнительные именно по земле, и благодаря работе нашего отдела по имуществу. Но работа-то не останавливается, будет продолжаться точно так же и дальше. Что касается краевого бюджета, мы в этом году уже подаем заявки на следующий год на участие в различных краевых государственных программах на привлечение денежных средств в наш бюджет. И работа эта продолжается. В итоге предлагаем утвердить районный бюджет на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов в следующих характеристиках. Прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 1,265,441,700 рублей. Общий объем расходов районного бюджета в сумме 1,266,736,300 рублей. Дефицит районного бюджета в сумме 1,294,600 рублей.